Друзья, всем привет! Сегодня пятница, 20 апреля, а это значит, что пришло время сдавать мне Хонду CR-V, на которой я откатал один месяц и чуть больше 4000 километров. И именно в этом ролике я хочу кратенько подвести все плюсы и минусы автомобиля, сделать, так сказать, финальную зарисовочку. Уверен, кто-то из вас скажет, реклама, реклама, во всем реклама, потому что уже третий ролик про Хонду. Нет, ребята, вот она, реклама зеркала 3 в 1 от компании Artway. На самом деле реклама здесь не совсем зеркало, а интернет-магазина онлайнтрейд.ру. Откуда мне это зеркало и пришло? В одном из роликов совсем недавно я говорил, что у меня там работает друг, и они просят меня помочь им развивать, поснимать видеоролики, видеообзоры для их интернет-магазина. В общем, сейчас вы увидите, что это зеркало из себя представляет. Это автозеркало 3 в 1, которое внесет себе видеорегистратор с хорошей камерой 1. Камера заднего вида 2 и, собственно, само зеркало заднего вида. Если вы запрыгнете в интернет и забьете Artway видеорегистратор AV620, то увидите, что цены на него начинаются с отметки 5800 рублей и выше. Но на сайте онлайнтрейд.ру данный аксессуар можно купить по цене 5290 рублей. Уверен, многие из вас скажут, я владею хорошим автомобилем, и у меня уже идет штатная камера заднего вида. Конечно, это так. Вот, пожалуйста, Honda CR-V новая, с камерой идет. На некоторых автомобилях идут системы кругового обзора, но есть машины, которые плохо укомплектованы, и данный автоаксессуар им будет действительно полезен. Друзья, значит, что мы имеем? Hyundai Porter, рабочая лошадка. Я думаю, многие люди из вас сталкивались с этим автомобилем. Так вот здесь этот девайс встал как нельзя кстати. Снаружи, визуально, это выглядит примерно так. Изнутри нас встречает вот такая картина. Наше зеркало крепится поверх штатного. Монтаж занимает максимум 15 секунд. В это зеркало вмонтирована камера, которая работает как видеорегистратор. Все, что вам нужно, это только вставить флеш-карту. Элементарные настройки, включаете, все интуитивно понятно. Установка задней камеры тоже элементарная. Все необходимое идет в комплекте. Отмечу, что сегодня погода солнечная, и поэтому на камеру наверняка видны блики. Но вживую все видно очень хорошо. Провода от задней камеры запитываются габаритом. Поэтому, когда вы будете включать заднюю передачу, она автоматически будет выводить вам изображение на внутреннее зеркало. Придерживаясь инструкции, монтаж данного аксессуара займет у вас 15-20 минут максимум. Так вот, кому может пригодиться данный аксессуар? Абсолютно любому автомобилисту, у которого нет камеры заднего вида. Если же у вас на автомобиле она установлена, вы можете перейти на сайт online-trade.ru и купить себе отдельно только видеорегистратор. Магазин действительно огромный, ассортимент там очень большой. Для того, чтобы получать хорошие скидки, вам достаточно только зарегистрироваться. Уверен, что этот аксессуар можно рассмотреть как подарок любому автомобилисту. Давайте переходить к делу. Начну я с первых впечатлений. Когда я забирал автомобиль, он меня встретил точно так же. Чистенький, аккуратненький. Я присел на него, и первое, что мне бросилось в глаза, это, конечно же, просторность салона. Покатавшись на нем первый день, я вам честно скажу, у меня были вот такие сомнительные впечатления. Если бы меня спросили, ну как тебе автомобиль, я бы сказал, да никак. Вообще его не понял за один день. Неделя-две прошло, и тогда я начал понимать, что этот автомобиль из себя представляет. Вот в первых видеороликах я говорил, что это семейная тачка, зачем вам на ней гонять. Так вот, если вы выйдете на трассу, и вы не боитесь быстрой езды, этот автомобиль способен на многое. Вчера вечером мы возвращались в Москву, и знаете, вот три полосы, все заняты. И вот сзади начинается этот вот БМВ, вот этот моргание, уедь. Я показываю человеку, занято. Встанешь передо мной, я стану сзади тебя, ничего не произойдет. Нет, давай, ну естественно, голодный, злой, мы сцепились. И я вам скажу так, эта машина разгоняется до скорости 190 км в час, и отлично держит дорогу, если дорога ровная, нет колеи, и нет бокового ветра. Когда вы передвигаетесь, заходите в затяжные повороты, есть колея, вот это начинается дискомфорт. Есть, например, стыки на мосту, тоже ты по ним прыгаешь, дискомфорт. Боковой ветер, машина высокая, тоже, знаешь, тебя начинает пошатывать. Но если дорога ровная, ты запросто едешь, и вариатор, я вам скажу, здесь в паре с двигателем, работает очень даже хорошо. Кто бы что ни говорил, она орет. Она орет только тогда, когда ты вот именно в этом режиме, в режиме гонки, нажимаешь педаль в пол, и по прямой ты разгоняешься. Во всех остальных случаях, когда я катался по городу, у меня за этот месяц два раза был вариант, что я называл газ в пол, и доходило до 7 тысяч оборотов. Все остальное штатный режим, и до 7 тысяч тебе не удается ее раскрутить. Максимум 4 тысячи, ну 5 это потолок. Поэтому, когда вы будете сталкиваться с отзывами людей о том, что я на ней ездил 140, дальше страшно, страшно непосредственно человеку. Я также передвигался 140-150, это реально комфортная скорость для этого автомобиля. Но если вдруг у вас есть нужда, хочется погоняться, хорошая солнечная погода, ровная дорога, знайте, этот автомобиль способен на большее. Сюда для объективности можно отнести все минусы, которые характерны для коробки вариатор. То есть вы стоите на светофоре, нажимаете газ в пол, первые там 2-3 секунды, ну реально 2-3 секунды, так вот вялый разгон, только потом начинает хватать. Если же вы переведете коробку в режим S, и вот раскочегарите автомобиль, погоняетесь, то потом уже с 40-60 подхват действительно есть. Если вы живете строго в городе Москва, либо ином городе, где очень много машин, 2,4, сомнительный вопрос, что 2 литра хватит вам с головой. Вот если немного помечтать, вот что бы я хотел увидеть в этом автомобиле, чтобы его можно было назвать прям действительно пушкой. Первое, под капотом V6, литра 3 так, и чтобы лошадей было под 250, не превышая налог, раз. Более жесткую подвеску, для того, чтобы на большой, более жесткую подвеску, для того, чтобы на большой скорости автомобиль управлялся уверенной. И вот сзади внешний вид доработать, сделать 4 патрубка и изменить выхлопную систему именно звучания, чтобы ты стоял, нажимая нога, чтобы у тебя действительно был такой рокот. В таком случае автомобиль будет действительно бешеный, он будет всех и многих делать на дороге и будет одарить офигенные ощущения от управления. Но в реалиях эта машина сразу будет стоить миллиона 3, а то и выше. Но вот если бы все, что я назвал, уложить в 2,2, я думаю, вы бы со мной согласились, что это был бы интересный автомобиль. Вот покажи, пожалуйста, поближе, очень большие зазоры. И когда вы разгоняетесь на скорости больше 150, они начинают гулять. То есть вот я показываю, да, вот щели прям действительно большие. И когда ты едешь в автомобиле, прям видишь, как у тебя капот начинает плясать. Опять же, покажи переднюю морду. Вот если вот эти части взять, знаешь, элементы, вот смотри. Вот покажи сейчас поближе. Вот эти вот части, видите, они продавливаются. То есть сборка, конечно же, не наша. Собирается автомобиль в Америке, но вот так вот собирают его. То есть это цельная часть поставили. Если походить вокруг автомобиля, то можно найти элементы, которым можно придраться. То же самое я вам показывал с дверью. Водительская нажимаешь, она немного уходит. С другой же стороны, что и сверчков. Вот самые два главных сверчка, которые я заметил за все это время, это когда ты открываешь люк и едешь, он начинает скрипеть. Вот неровности легкие, все поскрипывает. И то же самое с окнами. Открываешь окно, проезжаешь, поскрипывание есть. Если все закрыть, у автомобиля сейчас пробег чуть меньше 11 тысяч километров, посторонних шумов больше нет. Как я говорил ранее, из минусов сюда можно отнести светодиодную оптику. Фары здесь рефлекторного типа, немножко устаревшие. Сейчас катаешься нормально, но вот если выехать на темный участок дороги, то ты увидишь темные пятна. Датчик дождя. В плохую погоду, когда прям сильный дождь идет, он работает исправно. Когда дождик моросит, слабая чувствительность. То есть, например, ты его включаешь, у тебя уже стекло все в дожде, но ничего не происходит. Вот этот автомобиль обработан антидождем. Я вам всем рекомендую как минимум на лето обработать вот эти боковые стекла и зеркала. Потому что когда ты выезжаешь, дождь идет, реально все это улетает на большой скорости. Ну как большой скорости, чуть больше 70 разгоняешься, все уже убегает. Поэтому по обзорности вопросов у меня не возникало вообще. За все это время нареканий по салону особых не было. Почему? Объясняю. Значит, первое, что прям можно отметить как оценка 2 балла? Это мультимедиа. Она здесь действительно старая. Нажимаешь за торможенность, есть карты те же самые. Знаешь, они какие-то не очень удобные, не очень информативные, некрасивые даже вот визуально. Садишься, смотришь, все вот так вот оформлено. Старенько. Но с другой стороны, когда я передвигался, например, по городу, где я его знаю, я ей вообще не пользовался. Максимум, что я здесь включал радио, ну и по телефону говорил. Сопряжение Bluetooth, вот телефона с мультимедией идеальное. Только сел, завел, уже все, подключилось. Касаемо бликов по дисплею, по приборной панели, все это ерунда самая настоящая. Я не знаю, что там Паша увидел, вот я сколько езжу по времени. Вот когда солнце прям большое падает, вот я с люком с открытым катаюсь. Вот оно падает, да, он его как бы слепит, но достаточно люк закрыть, все, в салоне получается темнота, и тебе все очень даже хорошо видно. Опять же, не забывайте про то, что здесь есть проекция. Проекция все дублирует на себя. Некоторые говорят, о, огромная, здоровая. И я точно так же сказал, когда я сел сюда, подумал, нифига себе, лопух. Но покатавшись на нем неделю, я сел как-то через две недели в Мазду, поехал ее перебывать, там маленький дисплейчик, подумал, нифига, да вообще мизерный, вот реально мизерный. То есть ко всему привыкаешь очень быстро. Он здесь цветной, все показывает, поэтому если вдруг вам скорость, куда повернуть, все вы это увидите. Тот же самый пластик, все говорят, а, дешевый, дешевый. Он не то, чтобы дешевый, он просто грубо сделан. С другой стороны, он практичный. Вот вы посмотрите, 10 тысяч км, никаких царапок нет. То же самое здесь, покажи, пожалуйста. Вот в этой части, здесь нет никаких абсолютно царапок. Если его протереть, а если что-то там увидеть, знаешь, вот такого плана, ну это вообще пофигу, то есть его не жалко как таковой. А был бы здесь глянец, плакал бы, вот, пожалуйста, вариант. Вот здесь глянец у нас идет, вот его рассарапать очень легко. Опять же, касаемо ручки, знаешь, вот грубое вот это вот хождение, мне не очень нравится. Не хватает того, чтобы здесь подсвечивалось все, потому что я пару раз там то нейтралку воткнул, то режим D, хотел S там, ну вот бывает путаешься. Даже за месяц все равно не получается привыкнуть так, чтобы, знаешь, там вслепую раз включил. Вот я сейчас не пойму, что я включил. Мне кажется, S. Ну, угадал S. За все время, что я им управлял, автомобиль дает понять, что это действительно машина, что это не какая-то там, знаешь, пластиковая хрупкая баночка, на которой страшно куда-то заехать, куда-то упереться. Я когда видел неровности, я не сбрасывал скорость, потому что я знал, что подвеска их отработает. Прям газку даешь 40-60, фух, пролетаешь там, и нет никакой жесткости. Все те, кто кричат, ой, жесткая херня это все, я вот прокатился на своей мазе, когда поехал перебывать ее. Вот это действительно жестко. Вот после нее прям офигеваешь. Конечно, хотелось бы покататься на автомобиле, который будет еще мягче, знаешь, найти какой-нибудь кроссовер, который прям вот самый топовый кроссовер в плане мягкости по подвеске и сравнить его с Хондой. Вот мы с вами осматриваем автомобиль по кругу. Я за все это время, вот сколько людей не встречал, спрашивал, как тебе машина, как тебе машина. Ни один не сказал, что некрасивая. Были те, кто говорили, ну блин, вот морда, например, нравится, жопа не нравится. Либо же наоборот. Некоторым нравится внешний вид автомобиля, а интерьер не нравится. Многие знают эту машину как дорогую. Я говорю, Хонда сервис, а, ну она дорогая, да, она дорогая. Я говорю, ну да, дорогая, потому что... Ну и объясняем, почему она дорогая. Вот камера, нужная же вещь, но обратите внимание, что она торчит. Если бы чуть-чуть хотя бы туда утопить, было бы намного эффективнее. Потому что дождь пошел, прям буквально там пару километров проезжаешь, она настолько загрязняется, что вообще не видно. Вот боковая камера, как я вам и говорил, вот в правом зеркале, она всегда чистая. Вот машина прям вся будет в грязи, вот ты ее включаешь, все видно. Поэтому порой, когда я парковался во дворе, я пытался переключать задний на боковую. Вот именно, чтобы посмотреть, как я там притираюсь, не притираюсь. Камера старенькая, соответственно, она с динамической разметкой. Помощь в парковке оказывает. Но, естественно, хотелось бы, чтобы дисплей был почетче. И, соответственно, камера тоже была почетче. Отмечу, что очень сильно вытягивают всю картину происходящего. Это CarPlay. Когда подключаешь свой телефон и включаешь навигацию через телефон, качество изображения намного лучше. Видишь пробки, соответственно, можно передвигаться, зная весь маршрут. Система полного привода. Как вы знаете, она здесь подключаемая. Многие говорят, а если подключаемая, все это, все в фуфло. Это плохой автомобиль. Для своей работы оценка 5 баллов. Вот я никак не пытаюсь ее защищать. Мне вообще похер на эту Хонду. Я ее сегодня отдам и все, до свидания. Но я вам серьезно говорю, за все время, что я катался, я жил там условно в деревне, я попал в этот период времени, когда, знаешь, начинается весна, все тает, разбитые дороги, грязь. Ни разу я нигде не вставал, ни разу она меня нигде не подводила. А вот так вот, чтобы, знаешь, сесть, отправиться куда-то в болото, ну, это надо быть либо дураком, либо для этих целей покупать совсем другие автомобили. Не забываем про Ниву-трехдверку. Очень вместительный автомобиль с точки зрения погрузки-выгрузки. Как багажник открывается высоко, так и двери боковые, там, 90 градусов. Реально очень комфортно подходишь. То есть, как-то, ну, знаешь, на своем уровне все сделано. Взял, сумочки положил. Естественно, не хватает только вот этой функции какой-нибудь, чтобы ты ногой провел, либо подошел, постоял, открыл. Загрузить его мне удавалось по полной программе. Я здесь четыре колеса своих вез, там, всякие инструменты. Ну, в общем, проблем с этим не было. Передвигаясь по городу, естественно, начал обращать внимание на другие. Хонды, сервии очень часто встречаются третье, четвертое поколение. Вот сейчас по Москве начали встречаться именно уже пятые поколения. И кого я видел? Как правило, женщина сидит за рулем, сзади сидит женщина чуть постарше, так понимаю, ее мама и ребенок с ними. Не хватает только, знаешь, для полоты картины, чтобы отец сидел за рулем, рядом жена, а сзади там бабушка, родители. И вот эти люди, которых я встречал, они действительно, знаешь, четыре полосы. Она едет где-нибудь посерединочке, не гонит, не разгоняет, соблюдает скоростной режим. Все слева-справа ее обгоняют, но она едет спокойно. Средний расход у меня показывал 10,2. И прямо вот самый такой жесткий расход, это был чуть меньше 12 литров. Это когда пробки, стоишь по МКАДу где-нибудь, толкаешься. В любом случае, несмотря на внешний вид, несмотря на то, что она как бы может там потенциально ехать для своего веса, для своего объема, в машине царит семейная атмосфера. Не хочется на нем гоняться. Когда я один, мне 28 лет, да, солнечная погода, сейчас весна, хочется разогнаться, но все равно не то. Не хватает звука, не хватает, знаешь, больше, чтобы пониже машина была, пожестче, управляемая, чтобы была лучше. Поэтому мне сейчас, вот если бы сказали, Дима, забирай себе этот автомобиль, я бы сказал, ребят, с удовольствием, но давайте лучше какой-нибудь седанчик, например, Аккорд 3.5. Вот это было бы интереснее, потому что мне непосредственно, как человеку, хочется автомобиль более спортивный. Что же захочешь ты? Вот этот вариант идеально подошел бы. Помните, мы недавно снимали Хёнда Сонату, где человек сказал, я его купил на 10 лет. У них, кстати, в семье Хонда Серви третьего поколения. Вот этот автомобиль, человеку, который хочет купить машину лет на 10, реально идеальный вариант. Шумоизоляция плюс-минус, как у всех, до 100 километров. Условно, в городе она нормальная. Выше 100 километров появляется гул, выше 150-160, но действительно машина прям гудит вся. Очень удобно, что есть штатный автозапуск. То есть подходим к окну, нажимаем кнопку закрыть, придерживаем одну кнопку, она заводится. Но я замечал так, что бывает заведешь ее, выходишь, она заглохла. То есть, возможно, есть какой-то период, что она там 5 минут работает, но бывало и такое, что она работала 10 минут и не глохла. Возможно, я где-то не разобрался, но пользовался я им регулярно, каждое утро. Вот я такой брелочек им сделал на память. Все, кто в курсе, знают, что это такое и как это приобрести. Собственно, вот такая общая картина. Я оставлю в описании к этому ролику две ссылки на два предыдущих. Посмотрите. Я думаю, если вы потенциально присматриваетесь к автомобилю, они вам помогут. В любом случае от себя я бы рекомендовал покупать версию 2 литра. Ну, на самом деле, лучше купить 2 литра и как вариант купить себе автомобиль бэушный, ну, какой-нибудь спортивный, какой-нибудь седанчик. То есть, условно, ты с детьми катаешься на этой машине, с женой, с семьей, каждый день ездишь, на выходной день наступила солнечная погода, вышел там какая-нибудь BMW третья и погонялся. Друзья, естественно, пользуясь случаем, я написал в Хонду, говорю, ребят, дайте, пожалуйста, пилот на недельку, максимум на две, и мы на этом пилоте поедем в Питер, хотел сказать, поедем в Сирию, поедем в Питер, возьмем там у кого-нибудь интервью, и из Питера поедем из Сирии, поедем в Мурманск, туда мы отправимся к Михаилу Яковлеву, вы все, я думаю, знаете, кто это такой. Я ему написал, говорю, Миш, приедем, дадим тебе пилота потестировать, возьмем у тебя интервью, что думаешь? Сказал, я подумаю, пока что вопрос в подвешенном состоянии. В любом случае, если вам эта идея интересна, пишите, давай, бери пилот, отправляйся в путешествие, будем снимать полезные, интересные видеоролики. Друзья, мне кажется, я максимально разжевал этот автомобиль, все с ним ясно и понятно. Огромное спасибо компании Honda за предоставленную возможность покататься на автомобиле целый месяц и понять его вообще прям максимально. Вот на сегодняшний день, если бы кто-то ко мне подошел, спросил, что думаешь по поводу Honda CR-V, разговор бы затянулся, ну, как минимум на час, потому что мне есть, что рассказать про этот автомобиль. Собственно, все. Больше сказать здесь нечего. А если нечего сказать, то подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канала, пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого автомобиля. Ставьте лайки, дизлайки, обзывайтесь, делайте все, что вам нравится. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok